Сегодня состоялось заседание Комитета Магаданской областной думы по экономическому развитию, бюджету и налогам. Одним из вопросов, которые рассмотрели региональные депутаты, стал проект закона Магаданской области, предусматривающий дополнительный запрет торговать алкоголем еще два дня в году. Вечерний Магадан напоминает телезрителям, что действующие на территории Колымы ограничения уже предусматривают запрет торговли алкоголем пять дней в году. Данный законопроект подготовлен в связи с неблагоприятной ситуацией с уровнем алкоголизации Магаданской области. Мы из года в год находимся на последних местах в национальном рейтинге трезвости. Который ведет член общественной палаты Султан Султанович Хамзаев. Как и в прошлом году, как и в девятнадцатом году, так и в двадцатом году мы заняли 81 место из 85. При проведении публичных обсуждений нас поддержали все муниципальные образования Магаданской области и подавляющее число со стороны бизнес-сообщества, подавляющее число бизнесменов. Неизвестно, на какую реакцию депутатского корпуса рассчитывал инициатор очередной запретительной меры. Но идею по двум дополнительным дням запрета торговли алкоголем депутаты завернули. Так, коллеги, пожалуйста, вопрос к Михаилу Владимировичу. Я категорически против вот этих законов, я буду против голосовать. Я считаю, что те законы, которые у нас есть, они практически достаточны по тем дням, которые уведены. Ваше выступление, оно фундаментальное в некоторых вопросах, но в то же время оно неубедительное. Я сам являюсь свидетелем того, когда люди, которые идут на Якутию, то есть уезжают туда дальше, то есть спиртное это покупается в Магаданской области, то есть с десятками ящиков. Но в любом случае, то есть вот эта статистика, которая есть, она складывается на статистику Магаданской области и показывает, что у нас получается 140 тысяч населения пьет как 360 тысяч. Ну такого не бывает. Это что за бредятина такая? Кто вам это в голову вложил? Кто вам это вложил в голову? Вы посмотрите, если вы были в Москве или Санкт-Петербурге, это одна история. Вы людям практически берете, то есть перекрываете где-то, что-то кислое. Какая цель? Логика какая? Дело в том, что Магаданская область не имеет могучей сельскохозяйственной базы, из которой, так сказать, изготавливается самогон в машине своей в центральных и южных районах стран. Но у нас вот данные честные. А всю, как раньше говорили в старом время, казенку никогда не покупали в сельской местности и в райцентрах центральной части России. Поэтому ставить нас заведомо на какие-то в девятом десятке позиции было бы некорректно. Мы ни лучше, ни хуже. А если с учетом брать образовательного ценза на территории Магаданской области, у нас культурное население. Так что не надо себя записывать в лузеры. Это приведет, со слов выступающего, к пропаганде здорового образа жизни. Когда запретительные меры приводили пропагандистский какой-то эффект. Запретительная мера потребления алкоголя приведет к пропаганде. Что за бред? Подавляющее большинство членов депутатского комитета отклонило проект закона о введении дополнительных дней в году, торговать алкоголем, в которые запрещено. В СВГУ открыты новые специальности. Единственный вуз Колымы получил лицензию на подготовку кадров по специальностям теплоэнергетика и электроэнергетика. Подать документы можно будет уже в этом году. Программу обучения университет разрабатывает совместно с Магаданэнерго. Кроме того, преподаватели, которые готовят студентов по профильным предметам, пройдут переподготовку. Также СВГУ привлечет педагогов из других регионов. Привлечение не только выращиваем своих, но и привлекаем специалистов из крупных вузов, технических университетов России. У нас опыт такого сетевого взаимодействия огромный. Мы сейчас пользуемся услугами лучших преподавателей России. В том числе, не стесняемся, это нормальная практика, например, Иркутского технического университета национального исследовательского. И здесь проблему тоже отчасти будем решать. То есть лучшие преподаватели из энергетических вузов будут с нами работать. Университет будет привлекать практиков из Магаданэнерго и других организаций. По требованию государственных стандартов обязательно участие представителей, работодатели в образовательном процессе. Они должны читать определенный процент дисциплин. Практика будет проходить на базе предприятия. Также обучаться по этим специальностям можно будет в магистратуре. Ну, так, как, ну, будет положительно решаться, конечно. Мы на кого ориентируемся? Если у нас есть люди, которые уже имеют высшее образование и желают поступить, например, в магистратуру, причем высшее образование может быть любого профиля, как я понимаю, даже гуманитарного. То мы таких людей, естественно, будем смотреть, подбирать и, если они нас устраивают, направлять в эту магистратуру, ну, как направлять, на поступление, скажем так. Пока занятия будут платными. Лицензию, которую получил вуз, гарантирует обучение только на договорной основе. Впоследствии, когда университет получит право на аккредитацию новой программы, Минобор сможет рассмотреть вопрос о выделении бюджетных мест. Подростки с 14 до 18 лет смогут поработать этим летом. На период летних каникул в Магадане трудоустроены 120 несовершеннолетних. Должности – курьер, рабочий, помощник озеленителя, вожатый и многое другое. В первую очередь – это социально незащищенная категория граждан. В первую очередь программа направлена на детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Это сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных семей, малообеспеченные, неполные семьи, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Рабочий день в зависимости от возраста подростка – от 2 до 3,5 часов, согласно Трудовому кодексу. Зарплата составит около 20 тысяч рублей, большая часть – из городской казны. Кроме того, доплачивать будет центр занятости. «Работа вообще несложная, нравится мне уже третий год сюда, подряд летом записываюсь, работаю здесь». В детско-юношеский центр устроились 28 подростков, из них 7 в Эдельвейсе. В учреждения проводят интересные мероприятия для детей, а вожатые помогают в организации. Знакомство для ребят провели также в формате игры. Подростков привлекают и к масштабным акциям, как, например, забег. «Мы в Ростовых куклах развлекали детей, танцевали, устраивали разные игры, фотографировались, помогали, расставляли палатки разные, с детьми работали». Организаторы, как и педагоги центра, отмечают – без вожатых не обойтись. Именно благодаря подросткам удается провести все запланированные мероприятия. Они помогают с инвентарем, рисуют плакаты и многое другое. Также нам помогают наши работники, без них мы вообще никуда. Помогают в организации нам, в подготовке мероприятий также участвуют. Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет на летний период в 2021 году организовано в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма на территории Магадана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Магадане проходит акция «Мои безопасные каникулы». Сотрудники МЧС посещают школьные площадки и рассказывают о мерах безопасности при пожарах. Кроме того, специалисты объясняют детям, как вести себя на природе и в походах. Дети узнают много, здесь представлены разные предметы, связанные с безопасностью. Они изучают, видят, это просто интересно, и у них обязательно что-нибудь останется в памяти, и много наберутся впечатлений. Акция будет действовать на протяжении всего лета. Специалисты будут рассказывать детям, как действовать в чрезвычайной ситуации. И вечерний Магадан решил выяснить у ребят, была ли им полезна и интересна эта встреча, и пригодятся ли им знания. Да, пригодятся. Очень хорошо пригодятся. Без пользуется. Это пригодится мне. То есть, это понадобится очень часто. Ну да, тут мы можем пойти в поход, и нам пригодится это все. Продолжение следует...